Мы стремительно приближаемся к этому событию, событию, которое случается только раз в четыре года, и я говорю о биткоин-халвинге. Что произойдет перед этим событием, во время этого события и после? Будет ли биткоин расти, двигаться в боковом движении или же наоборот падать? Мы узнаем это примерно за 10 минут, если ты досмотришь это видео до конца. Самое интересное, что никто точно не знает, когда именно произойдет халвинг. А халвинг 2024 года наступит на блоке номер 840 тысяч. На момент съемки этого видео высота блока составляла 830 523, а это означает, что до халвинга осталось всего 9477 блоков. Однако дело в том, что для того, чтобы найти один блок, нужно потратить около 10 минут. Иногда больше, иногда меньше. Именно поэтому точной даты халвинга нет. Но если использовать это среднее значение в 10 минут и умножить его на 9477 блоков, мы поймем, что халвинг произойдет где-то через 97770 минут или же 65,8 дня. Так как время на добычу блока все-таки колебается, многие сайты обратного отсчета показывают разные данные от 61 дня до 67. В любом случае, уже через 2 месяца биткоин халвинг будет событием свершенным. Это произойдет в период с 14 по 20 апреля этого года. Забавно, ведь 20 апреля это день донора крови человека, который действительно спасает жизни, как и биткоин. Не совпадение, а судьба. Не так ли? Итак, в этот день награда майнерам сократится вдвое, что окажет огромное влияние на рынки. Многие люди даже не понимают, насколько огромное. Поэтому давай посмотрим, что происходило в прошлом, чтобы понимать, чего можно ожидать в будущем. С 3 января 2009 года по 28 ноября 2012 вознаграждение майнера за блок составляло 50 биткоинов. То есть, примерно каждые 10 минут майнер получал 50 биткоинов за обеспечение безопасности блокчейна и обработку транзакций. В первые годы существования биткоина майнеры добыли практически половину его предложения. Около 10,5 миллионов биткоинов. С 28 ноября 2012 года по 9 июля 2016 эта сумма была сокращена вдвое, до 25 биткоинов за блок. За это время объем предложения монет тоже вырос, но не так сильно, как в первый раз. Рост предложения за этот период составил около половины от первого халвинг цикла, примерно 5,2 миллиона монет. В результате общее предложение составило чуть более 15,7 миллиона биткоинов. С 9 июля 2016 года по 11 мая 2020 эта эмиссия снова сократилась вдвое, до 12,5 биткоинов за блок. И снова рост общего предложения за этот период сократился примерно вдвое. В результате общее предложение биткоина увеличилось до 18,4 миллиона. После мая 2020 вплоть до сегодняшнего дня эмиссия снова была сокращена вдвое, всего лишь 6,25 биткоина за один блок. При этом рост предложения биткоина очень серьезно замедлился по сравнению с предыдущими халвинг циклами. К моменту следующего биткоин халвинга в апреле общее предложение биткоина составит около 19,7 миллиона монет. Это значит, что с 11 мая 2020 по апрель 2024 общее предложение монет вырастет всего лишь на 1,3 миллиона биткоинов. Далее, уже в будущем, с апреля 2024 по 2028 эмиссия биткоина сократится до 3,125 монеты за блок. И за следующие 4 года после халвинга будет добыто всего около 650 тысяч биткоинов. С 2028 по 2032 каждый блок будет приносить около 1,5 биткоинов. И за этот период будет добыто всего лишь 325 тысяч биткоинов. И так будет продолжаться примерно до 2140 года, когда будет добыт последний биткоин. Халвинг биткоина на дистанции в 4 года после события провоцирует значительный шок предложения биткоина, который также влияет на весь криптовалютный рынок. В прошлом после каждого халвинга со временем биткоин переходил в крупные бычьи параболические циклы, в которых его цена взлетала буквально по отвесной траектории. Но насколько высоко? После первого халвинга в 2012 году цена биткоина составляла всего 12 долларов. Кстати, заметь, что месячная свеча, на которую пришелся халвинг, красная, а не зеленая. То есть наступление халвинга сопровождалось падением цены биткоина. Однако после этого биткоин перешел в стадию безумного роста. Пик биткоина пришелся на ноябрь 2013, когда цена составила почти 1200 долларов. А это рост 9900 процентов или же в 100 раз. В день второго халвинга цена биткоина составляла около 650 тысяч долларов. Обрати внимание, что следующая свеча после халвинга была красной. А это значит, что в месяц халвинга и в месяц после мы можем видеть просадку цены. Однако на длинной дистанции биткоин после халвинга снова перешел в параболический рост, достигнув 20 тысяч долларов в декабре 2017. Рост составил чуть более 2977 процентов или же в 30,7 раз. В день третьего халвинга биткоин стоил около 8600 долларов за монету. Обрати внимание, что следующая свеча после халвинга опять красная. Складывается закономерность. Похоже, халвинг воспринимается на краткосрочной перспективе в 1-2 месяца как событие продажи на новостях. Зато на длинной дистанции спустя 3 месяца он вызывает дефицит предложения, который, сталкиваясь с ростом спроса, провоцирует параболическое движение цены. Третий халвинг цикл тоже не исключение. Биткоин вырос с 8600 долларов до 69 тысяч долларов на пике в ноябре 2021. По сути, это был рост на 700 процентов или же в 8 раз. Надеюсь, ты уже понимаешь тенденции, что может быть с ценой биткоина в месяц, когда произойдет халвинг, в первый месяц после этого события и уже спустя 3 месяца после халвинга. В первый и второй месяце мы можем увидеть некую распродажу, но уже начиная с третьего месяца биткоин может перейти в финальную третью фазу бычьего рынка, которая и должна привести его к новым историческим пикам цены. И в последних трех циклах этот пик приходился на конец года, дважды в ноябре и один раз в декабре. Так что, скорее всего, после халвинга, который, как ожидается, произойдет в апреле 2024, пик биткоина наступит в конце 2025. И мы уже об этом не раз говорили. Октябрь-декабрь 2025 постоянно проскальзывает в наших анализах. Однако, учитывая, что на этот раз все немного пошло не по плану, мы можем увидеть сдвиг всего этого цикла в сторону приближения к нам, а не отдаления в будущее. О чем я говорю? Биткоин торгуется выше уровня Fibonacci 0.618. И исторически складывалось так, что биткоин никогда не закрывался выше этого уровня ни в одном из предыдущих циклов до халвинга на недельном графике. Однако, сейчас халвинг еще не наступил, а мы уже торгуемся выше этого уровня. Этот уровень находится на отметке в 48 500 долларов. И если биткоин закроет эту недельную свечу выше этой цены, это будет впервые в его истории, когда цена превысит этот уровень до халвинга. И если это произойдет, это будет чрезвычайно оптимистично для биткоина. Но каков будет мультипликатор от цены в день халвинга в апреле 2024? Насколько вырастет биткоин после халвинга? В первом цикле мультипликатор был 100 иксов, во втором 30,7 икса, и в третьем 8 иксов. Очевидно, что этот мультипликатор уменьшается с каждым последующим циклом. Таким образом, навряд ли в этом цикле мы увидим 8 иксов, как в прошлый раз. Мультипликатор упал со 100 иксов в первом цикле до 30,7 во втором, а это падение множителя примерно на 70%. В третьем цикле этот множитель упал с 30,7 иксов до 8 иксов. Это падение примерно на 74%, а это значит, что проявляется еще одна закономерность. Похоже, что пиковый мультипликатор от цены в день халвинга до цены в день пика рынка снижается на 70-74% каждый цикл. Если применить данную закономерность к сегодняшнему циклу, то падение мультипликатора от 8 иксов на 70-74% даст нам рост от 2 до 2,4 икса. Таким образом, с апреля 2024, когда произойдет халвинг до пика, который по нашим прогнозам придется на конец 2025, цена биткоина может дать от 2 иксов до 2,4 иксов. И сколько же это будет? Это зависит от цены биткоина в день халвинга. Если она останется в районе 50 тысяч долларов, то 2 икса или 2,4 икса от этой цены составят 100 тысяч и 120 тысяч долларов. Но если в день халвинга цена биткоина откорректируется, например, в район 35 тысяч долларов, то пик бычьего рынка будет в диапазоне от 70 до 84 тысяч долларов. Все зависит от того, какой будет цена в день халвинга. Давай попробуем разобраться, что было в прошлом за 2 месяца до халвинга. Ведь именно столько осталось до халвинга в апреле 2024. Примерно за 60 дней до халвинга, как правило, происходило ралли цены на слухах о халвинге. В последнем цикле день халвинга пришелся на 11 мая 2020 и биткоин тогда находился на уровне 8600 долларов. За 2 месяца до этого, 11 марта 2020, цена биткоина составляла 6100 долларов. Таким образом, в период от 60 дней до халвинга и днем халвинга цена выросла на 41%. В следующем цикле можно наблюдать приблизительно те же цифры. Халвинг случился 9 июля 2016 года и цена биткоина составляла 650 долларов. За 2 месяца до этого, 9 мая 2016, цена была 450 долларов. Таким образом, в период от 60 дней до халвинга, до даты халвинга, рост составил 44%. Недавний прорыв цены биткоина, похоже, немного опережает график. Я имею в виду, что если взять 7-дневный график биткоина, то всего за неделю цена выросла с 43 до более чем 51 тысячи долларов. Так что давай используем 43 тысячи долларов в качестве начального числа. Если биткоин вырастет более чем на 40%, как в предыдущих циклах, за 2 месяца до халвинга 43 тысячи, то на день халвинга цена может составить около 61 тысячи долларов. Интересное число, ведь приблизительно такое же мы получили в нашем прошлом видео, ссылка в описании, если не смотрел. Если это произойдет, то с 61 тысячи долларов на момент халвинга в апреле, рост в 2 или в 2,4 икса от этого числа приведет к тому, что биткоин может оказаться в диапазоне от 122 до 146 тысяч долларов. Этот цикл биткоина отличается от предыдущего, поскольку спотовые биткоины ETF активно высасывают предложения биткоина из рынка. И мы начинаем замечать странные по сравнению с другими циклами вещи. Впервые в своей истории биткоин пробил уровень 618 фибоначчи до халвинга. И это кажется самое сильное начало нового бычьего цикла за всю историю. Осталось 2 месяца до халвинга, и этот цикл, похоже, будет развиваться иначе, чем другие. И изменения касаются скорости развития этого цикла. И на графике показано, что биткоин действительно никогда не пробивал этот уровень до халвингов в прошлом. Так будет ли этот цикл отличаться от других? Альфон Скарр утверждал следующее. Чем больше все меняется, тем больше все остается по-старому. Меня зовут Богатейший Ди. Мы увидимся с тобой. В новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok